Я начну опять с того же слайда, который был у меня в первой презентации. Рекомендация – это такая вещь, не постоянная, она постоянно меняется. И если посмотреть на три кита, на которых сегодня у нас стоит лечение рака лёгкого, то что можно сказать? В области химиотерапии наверняка каких-то больших изменений по применению цитостатиков не будет. У нас есть уже платиновый дуплет, который варьирует в зависимости от намерений врача и его возможностей. Но результаты примерно одинаковые. Если мы возьмём таргетную терапию, то здесь, конечно, у нас очень быстро всё меняется. Мы уже имеем ряд реально известных драйверных мутаций, к которым есть препараты. Возьмём известную всем IGFR-мутацию, мутацию ALK, ROS, которые здесь отмечены. Кроме этого, наверняка уже, так сказать, все знают, есть препараты для лечения бераф-мутации. И есть ряд ещё незарегистрированных показаний, которые в ближайшее время, наверное, тоже появятся. Такие как ЦМЭТ, РЕД и ряд-ряд других. Поэтому, конечно, здесь тоже очень быстро всё меняется. Ну и самое, так сказать, такое быстро меняющееся поле – это чекпоинт-ингибиторы. Потому что они у нас появились совсем недавно в нашей практике. Но буквально каждые полгода какие-то происходят изменения. Мы получаем какие-то данные новых исследований. И в средстве этого у нас происходят изменения. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Ну, вот имеем клинические рекомендации 2017 года. Ну, вот на вот этой, так сказать, надписью в скобочках можно поиронизировать. Пересмотр каждые три года. Ну, если взять, допустим, рекомендации американских англогов, инсессиен, то на сегодняшний день уже восьмая версия 2017 года. То есть они восемь раз поменялись за год. Поэтому менять каждые три года, конечно, вряд ли мы что-то будем. Но, тем не менее, вот такая фраза есть. Это рекомендация утверждена Минздрава. И вот если мы ее откроем, то мы можем найти две строчки. Первое, значит, это вот два препарата-ингибиторы PD-1 могут быть рекомендованы в качестве второй линии. Пембролизомаб и невлумаб. Пембролизомаб при наличии экспрессии. Несильная, обычная экспрессия, больше 1%, и невлумаб независим от статуса PD-1. Ну, это мы сегодня уже достаточно много обсуждали, поэтому не буду на этом дальше останавливаться. И вторая строчка касается первой линии терапии. Это в том случае, если мы имеем сильную, стронг экспрессию PD-1, более 50%, то мы можем назначать пембролизомаб у больных с неплоскоклеточным раком легкого в первой линии терапии. И дополнительно еще прописывается, что отсутствие активирующей мутации GFR, ALK и ROS-1. Ну, тоже все это сегодня обсуждалось. Эти мутации, как правило, драйверные. Они имеют какую-то одну, так сказать, драйверную мутацию, естественно, не менее иммуногенные. Поэтому, конечно, при них, в первую очередь, эффективна таргетная терапия, а не иммунотерапия. Хотя уже есть исследования сейчас и среди этих категорий пациентов, и ряд пациентов отвечают на эту терапию. Вот все, что прописано в наших рекомендациях. Ну, я позволю себе, так сказать, еще показать несколько слайдов. В данном случае то, что в рекомендациях, последние две строчки, здесь указана дозировка. Пембролизумаб и неволумаб. И сказать, что, в общем-то, вот не очень хороший слайд, это европейские рекомендации. Они, в принципе, соответствуют рекомендациям ЭСМО. Здесь в последние, так сказать, нечитаемые, да. Также указаны два препарата, это неволумаб и пембролизумаб, которые назначаются уже, так сказать, в результате второй линии. Если брать европейские и американские стандарты, вот на этом слайде просто лучше видно, то можно сказать, что во второй линии применяется неволумаб у всех пациентов, так сказать, вне зависимости от экспресса эпидель, пембролизумаб при экспрессии больше 1%, и в Европе, Америке на сегодняшний день уже зарегистрированы тезы револумаб. У нас, соответственно, в первой линии на сегодняшний день есть регистрация при сильной экспрессии эпиделиумаб пембролизумаба. В данном случае, так сказать, компания МСД вырвалась вперед, поскольку, так сказать, единственный препарат, который зарегистрирован в первой линии при сильной экспрессии эпиделиумаб, это только, значит, пембролизумаб. И более того, так сказать, на сегодняшний день АВДЕ одобрило первую линию сочетания пембролизумаба и химиотерапии. До нас это тоже, наверное, в ближайшее время дойдет, и все это произойдет. Ну и различные комбинации, которые на сегодняшний день разрабатываются, они ждут. Поэтому, в общем-то, так сказать, наши, так сказать, производители лекарств соревнуются, кто первый, так сказать, зарегистрирует какие-то показания. Но на сегодняшний день, если брать по показаниям, то МСД впереди, поскольку и вторая, и первая линия уже охватена пембролизумабом. Но остальные участники соревнований тоже, так сказать, на готове и готовы, так сказать, догнать и перегнать. Спасибо. 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 Спасибо.